Депутат Госдумы Наталья Костенко сегодня посетила Лобинск. Вместе с первым заместителем главы района навестила многодетную семью Парасоцких. Гостей встречали младшие Егор и Екатерина. Девочка имеет инвалидность, но старается участвовать во множестве конкурсов. Свой талант в чтении стихов продемонстрировала гостям. Будет смех, будут лопушки, новогодние зверюшки. Будем петь и танцевать, праздник зимний отмечать. Наталья Костенко сразу нашла общий язык со школьниками и вручила им подарки к Новому году. Дети тоже пожелали депутату удачи в Новом году. А маленький домик, елочное украшение будет напоминать об этом дне. Владимир Забураев тоже не с пустыми руками. Первый зам передал поздравления и подарки от главы Лобинского района. Сступающим Новым годом. Кто, что хотели, как раз, посмотрите, пожалуйста. Спасибо. Егор, как раз под ту флешечку, отличную колоночку, которого хочешь. Далее депутат встретилась с медперсоналом Лобинского госпиталя. Подарки к Новому году, огромные торты помогли доставить волонтёры «Единой России». Наталья Костенко обсудила актуальные вопросы с головврачом. Были рады пообщаться с врачами, но главная цель, безусловно, была не только поздравить с Новым годом наших замечательных врачей, медсестёр, медработников, но и поговорить с ними о теми проблемами, с которыми они сейчас сталкиваются. Потому что принято ругать пандемию, но я считаю, что из любого опыта, даже негативного, мы должны извлечь позитивный опыт. То есть пандемия показала, какие проблемы есть скрытые в системе. И когда закончится пандемия, а я уверена, она закончится, и прогнозы федеральных экспертов, что первые серьёзные снижения мы можем ожидать уже в марте, все федеральные органы госвласти, законодательно-исполнительные органы власти, регионы должны начать работу по совершенствованию системы здравоохранения. Мы и раньше говорили о тех проблемах, которых есть, но сейчас мы их увидели, и я думаю, что система здравоохранения должна получить большую работу, новые объёмы поддержки, для того, чтобы, если случится у нас что-то в следующий раз, то мы были к этому готовы и учли те уроки, которые нам говорит пандемия. Ну а сейчас мы говорим низкий поклон нашим врачам, спасибо им большое, будем стараться ходить в масках по максимуму, чтобы не нагружать их дополнительной работой. Я призываю к этому и наших жителей Краснодарского края. Желаем им окончания этого тяжёлого периода времени, ну и, конечно, самим здоровья. Мы вас любим и мы на вас очень сильно надеемся.